Не самые долгожданные письма получили горожане за последний месяц. Это единое уведомление о необходимости уплатить имущественные налоги. Впрочем, с начисленными суммами в квитанциях согласен далеко не каждый налогоплательщик. Получить ответы на свои вопросы горожане смогли в рамках Дня открытых дверей, проходившем накануне в налоговой инспекции в Расказово. Самый задаваемый вопрос, в котором чаще всего горожане приходили в налоговый орган, коснулся суммы налога и порядка его начисления. Увеличение ставок и оценки имущественного налога произошло согласно решению Городского совета народных депутатов, говорят специалисты. На 2011 год какая ситуация произошла? Постановлением администрации Тамбовской области утвержден поправочный коэффициент к оценке строения и увеличена оценка строения на этот поправочный коэффициент. Вместе с тем, постановлением Городского совета народных депутатов города Расказово, увеличены ставки налога на имущество. Соответственно, увеличение произошло как оценки, так и ставки. Поэтому произошло увеличение налога. В части земельного налога, там опять же две составляющие. Кадастровая стоимость земельного участка и ставка налога. Что касается кадастровой стоимости земельного участка, здесь у нас изменений в основном по участкам нет никаких. А что касается ставки, так сказать, для наиболее распространенной категории земли, которая для личного, так сказать, подсобного хозяйства, то если раньше она была 0,15%, то с 2011 года она стала 0,3%. По словам налоговых инспекторов, горожане отнеслись к повышению ставок спокойнее, чем это могло бы быть. Разъяснение по любому вопросу получил каждый, кто обратился в инспекцию. Прислали два уведомления по земельному налогу. Оказалось, что участки задвоены. Данные пришли из Рехпалаты и из Сельского совета. Я обратилась в инспекцию, мне все объяснили. Оказалось, что данные ошибочные и все исправили. Кроме того, налогоплательщик мог прийти не только с жалобой, но и для того, чтобы уточнить данные о своем имуществе. Нет, например, такого имущества у человека. Или наоборот, у него есть имущество, а не исчисленный налог. Кто в данном случае, он может записать, какое имущество есть. Соответственно, наши инспектора проводят работу и начисляют с налогом. Граждане, имеющие льготы при уплате налога, вправе ими воспользоваться. А срок уплаты любого вида налога для всех категорий граждан остается одним. Внести платеж необходимо не позднее 1 ноября текущего года. Инспекторы напоминают, что вовремя уплаченный налог – залог спокойствия в будущем. Ирина Птуха, Алексей Шаповалов, Новости ТВ, Рассказыва.